Дети, товарищи, еще те. Все им нужно знать, все попробовать и испытать. Самое востребованное в арсенале запрещенное взрослыми спички, зажигалки, купание не там, где нужно. Да и испытать на прочность утюг или микроволновку самое то. Как результат больничная койка. А потому создание на базе травматологического отделения имиджевой комнаты МЧС Лэнд – дело стоящее и нужное. Обладая статистикой травм и повреждений, как у нас они называются, от внешних причин, заболевания, травмы связанные с внешними причинами. Это воде, в огне, с электроприборами, в грозу, на самокатах и так далее и тому подобное. Вот смотрите, за последние пять лет оно все время держится в четверке. В четверке любых наших заболеваний детских. И я думаю, что эта комната, которая сделана на базе первого отделения, она станет у нас, ну, такой полцентром для детей, которые будут собираться с соблюдением эпидрежима. Естественно, привели сюда. У нас будет свой обученный человек, воспитатели, которые есть. Ну, наверное, нет смысла всех воспитывать в этой части. Одного обучения, она будет проводить такие экскурсии. Инициаторами создания имиджевой комнаты МЧС выступили сами сотрудники, поскольку в их компетенции, помимо основной работы спасать, есть и другая функция – обучать правилам безопасной жизнедеятельности всех, но, конечно, в зоне особого внимания – детям. Это особая целевая аудитория, самая любопытная и активная. И сегодня мы ищем различные формы и методы работы с детками, которые позволят с раннего возраста привить им культуру безопасности. Поэтому создание детской имиджевой комнаты МЧС – это очень важный шаг на пути обучения подрастающего поколения правилам безопасности жизнедеятельности. Здесь все ориентировано на то, чтобы привлечь внимание детишек к вопросам их собственной безопасности. И более того, находясь на лечении, они смогут не только поправить свое здоровье, но с интересами, пользой провести время. Хотелось бы отметить, что в областном центре – это первая имиджевая комната МЧС, созданная на базе учреждения здравоохранения. В области такие есть уже в Пинске и Иваново. И, конечно, мы на достигнутом не остановимся, работа в данном направлении будет продолжена. Современным детям нравится все современное, и поэтому заунывные лекции о том, как правильно вести себя в той или иной ситуации, им совсем неинтересны. А вот в форме игры информация воспринимается куда лучше. И на вопросы о пяти шагах спасения ребята отвечают гораздо грамотнее некоторых взрослых. Если взрослые тебя пытаются увести, не психовать, не кричать, не легаться, а слушать, что они делают. Мне тут очень нравится. Тут очень красиво, тут интересные игры. Тут весело будет проводить время детям и даже взрослым девочкам. Чем интересно? Вы тут играете? Да, это очень интересно. Тут очень развлекательно. Тут можно узнать шаги, что делать при пожаре, можно развлечиться своими друзьями, даже когда скучно. Комната оформлена в стиле МЧС с использованием наглядной изобразительной продукции, настольных игр, литературы. Грамотная дизайнерская задумка привлекает внимание детей, поскольку в среднем в год в детской областной больнице проходит лечение 15 тысяч детей, есть шанс, что даже если половина из них посетит МЧС Лэнд, знания о правилах безопасности закрепятся. Совместная работа спасателей и детские доктора дальше будет продолжена. В Бресте в учреждении здравоохранения мы открыли первую такую комнату, но мы не останавливаемся на этом. У нас есть дальнейшие планы. Также в учреждениях здравоохранения есть Пинск и Иваново. В целом по области довольно-таки много имиджевых объектов, но, знаете, предела нет. И качество, потому что вот этот дизайн, это индивидуальный дизайн. Есть идея создать, здесь нарисовать уличные граффити на стенах и также детскую игровую площадку. Но это пока еще планы, надо найти источник конденсирования опять же. И идею. Но идей у нас всегда очень много. Я думаю, что у нас все получится. Лариса Осмолович, Александр Воронин, Юрий Ремонтович. Новости Бреста.